Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. В Барнауле проверили качество покрытия пешеходных дорожек с помощью самоката. На первом месте – работа. Десятки благодарностей от пациентов приходят в адрес барнаульского педиатра. Животные, растения, пейзажи. В художественном музее «Край» открылась выставка картин необычной девочки. Барнаула проверили сегодня. Сделали это представители Общероссийского народного фронта при помощи самоката. Оборудование гости столицы края привезли с собой и отметили, что в Барнауле не все пешеходные переходы безопасны. С нашей стороны есть замечания по разметке, потому что мы вчера поздно приехали в город и ночью, к сожалению, разметка очень плохо светится. Та, которая есть. Все это отражающие свойства ночные не удовлетворяют нормативным требованиям. Напомним, что активисты ОНФ принимают заявки со всей России в рамках проекта «Карта убитых дорог». Жители Алтая, так же, как и других регионов, отмечают небезопасные или разбитые участки вплоть до каждой ямы. На сегодняшний день за проверку этих дорог на сайте проголосовали более 24 тысяч жителей края. Подробности проверки расскажем в вечернем выпуске. Ну а в Барнауле стартовала прививочная кампания от гриппа. По традиции можно не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах города. Наш корреспондент Валентина Аскерова отправилась ко Дворцу спорта, чтобы узнать, всем ли можно ставить прививки и как долго продлиться бесплатная иммунизация. Обычно такие внушительные очереди мы привыкли видеть в поликлиниках. Но сегодня ажиотаж наблюдался напротив Дворца спорта. Именно здесь развернулся мобильный прививочный комплекс. В своей очереди людям пришлось ждать долго, поэтому нашей съемочной группе они были совсем не рады. И общаться не особо желали. Почему решили прививаться? И как вы думаете, нужно ли это делать? Очень нужно. Помогает хорошо. В прививочный кабинет приглашали тех, у кого давление и температура в норме. К тому же нет хронических заболеваний и аллергии на белок. Мы отметили, что основная масса желающих сделать прививку – люди в возрасте. Хотя и они от гриппа прививаются нечасто. Вы часто прививаетесь? Я третий раз. За всю жизнь? За всю жизнь. А почему так редко? Ну, раньше как-то не говорили, что это необходимо. А сейчас дома? Как-то стала информация идти усиленная, и я стала ходить в поликлинику. Ну, там очень сложно. Там надо добывать талон, идти к инфекционисту и прочее. То есть в мобильном бунте гораздо проще? Ну да, но только долго очень оказалось. Оказалось долго. Дольше, чем в поликлинике? Ну, конечно. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет почти миллиард человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от осложнений после гриппа погибают до 650 тысяч человек. Поэтому вакцинация, и на этом настаивают медики, наиболее эффективное средство защиты, особенно для тех, у кого есть хронические заболевания легких. Поскольку вирус гриппа может вызывать осложнение в виде тех же самых вирусных и смешанных вирусно-бактериальных пневмоний. Если человек поставит прививку от гриппа, то само заболевание может привести либо в легкой форме, либо вообще не заболеть им. Не было у вас обострения хронического заболевания, либо острого заболевания, с температурой, с насморком. Было? Нет. Врачи были настолько убедительны, что я тоже поддалась общему настрою и решила впервые за долгое время защитить себя от вируса гриппа. Прививку от гриппа я не ставила лет семь, но именно здесь сегодня врачи убедили меня, что делать это все-таки нужно. Сегодня вакцину эту вместо инвекции не мочить, вот так прижать. Только сегодня, да? Только сегодня. Кстати, если бы я прививалась платно, то мне и другим желающим пришлось бы заплатить почти 700 рублей. Именно такой ценник выставляет одна из известных медицинских компаний. Когда вы придете на прием, вам предложат поставить все, что вы захотите, и вам предложат. То есть вакцина ставится либо в один день, либо с интервала месяц. Поэтому, если желаете привиться бесплатно, придется постоять в очереди и успеть до 11 сентября. Кстати, в день города, когда ожидается особенный наплыв желающих сделать прививку, будут развернуты дополнительные пункты на набережной Аби и на улице Георгия Исакова, 213. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. И еще один материал на медицинскую тему. Десятки слов спасибо от пациентов. Не каждый детский врач может похвастаться подобным. А вот Татьяна Шелестова как раз из таких. В Краевой Минздрав регулярно звонят и пишут родители малышей, чтобы поблагодарить. С доктором познакомились и наши корреспонденты. Нужно нам убрать с вами морковку и тыкву из рациона абсолютно полностью. Татьяна из тех людей, кого называют трудоголиками. На первом месте в жизни у нее любимая работа. Лечить малышей пришла в детскую поликлинику номер один, где ее уже ждали. Здесь и осталось на 12 лет. Кстати, стать врачом мечтала буквально с рождения. Начало все с банального любопытства. И кукол лечили, и лягушек ловили, и ножки изучали, и брюшко изучали. То есть и все гусеницы лапки считали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот. Не каждый возьмет и начнет смотреть. Я помню, когда этот ворох гусениц там или червячков ты тащишь, да. А тут что, а там что, а где глазки. Ну, некоторые, ой, фу, это что там у тебя в руках. А мне было это интересно. Интересы и любопытства переросли в профессию. Профессия – в жизнь. За день Татьяна принимает 50 и даже больше ребятишек. А потом уже дома консультируют родителей пациентов. Есть WhatsApp, у нас есть интернеты. Это проще, может быть, даже в плане связи с родителями и контроля. Потому что контролировать стало легче. Всегда можно написать, узнать, что, как, что-то изменилось, подкорректировать лечение, да, и уже на следующий день посмотреть ребенка. Но, как говорится, не работа единая. Татьяна с супругом воспитывают двух дочерей. Одна, к слову, уже мечтает связать свою жизнь с медициной. Конечно, есть у доктора и любимое хобби – рыбалка, фигурное катание, а также путешествие с семьей. Ну, вы знаете, вот мы буквально, вот у нас был тур в 11 тысяч километров. Мы ездили в Крым, туда и обратно. На машине. Мы приехали буквально, вот мы, вот два дня назад. В прошлом году Татьяна Шелестова победила в Крымом конкурсе «Лучший врач года». Но родители малышей безо всяких дипломов и званий знают, что это самый внимательный врач на свете. Есть с чем сравнить. Общались и с педиатрами нашей поликлиники, и с педиатрами частных детских клиник. И, в общем-то, нам нашу Татьяну Леонидовну не заменит никто, потому что ребенок обнимается, к ней приходит. И ни разу за все вот четыре года почти мы не усомнились в ее назначениях. Всегда только положительная динамика. Благодарственные письма и признание от руководства – факт всегда приятный. Но в ежедневной работе педиатра Татьяны Шелестовой и завтра ничего не поменяется. С утра и до позднего вечера она вновь будет принимать пациентов. Татьяна Голубева, Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, в следующем году фото Татьяны Шелестовой, скорее всего, появится на городской доске почета. По крайней мере, в Краевом Минздраве планируют подать ее фамилию для включения в список самых достойных гаража. А в Государственном художественном музее Края открылась выставка картин 12-летней Аллы Кащеевой. Многим юная художница уже знакома. Девочка рисует свои композиции, не имея кистей рук. Всегда я рисую что-то разное. Вот, например, сейчас, я думаю, получится что-нибудь такое волшебное, необычное, красочное. 50 работ Аллы представили в одном из залов музея. В основном на картинах изображены животные, растения и пейзажи. Юная художница предпочитает рисовать яркими красками, использует акварель, восковые мелки, гуашь. Выставка по счету 12-я в честь дня рождения Аллы. Среди картин есть как новые, так и те, которые девочка рисовала, будучи совсем маленькой. Посмотреть и вдохновиться ее работами можно будет с 5 по 22 сентября. В вечернем эфире мы расскажем подробнее о необычной художнице, а сейчас о ловких и выносливых пожарных. Они участвовали в краевых соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 14 команд, это около 80 человек. Спасатели демонстрировали свои навыки в трех дисциплинах. Преодолевали 100-метровую полосу препятствий, поднимались по штурмовой и выдвижной трехколемной лестницах. Подобные состязания среди пожарных проводятся несколько раз в год. Организаторы турнира отмечают, что пожарно-спасательный спорт нужен не только, чтобы определить лучшего, а прежде всего, чтобы спасатели оттачивали свои навыки, которые им пригодятся в ежедневной работе. Кстати, этот турнир планировали провести в августе, но перенесли из-за важной миссии, которую выполняла часть спортсменов. Они тушили пожары в Красноярском крае. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»